Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на моё новое видео по игре American Track Simulator. Сегодня, друзья, в рубрике обзоры модов у нас платный грузовик под названием Kenward W900. И что самое интересное, этот грузовик у нас 90-х годов выпуска. А это значит что? А это значит вот смотрите дальше видос и всё увидите. Итак, давайте посмотрим на него снаружи. Так, если поставить рядом тот Kenward W900, который уже есть в игре, ну их практически нереально будет отличить. Реально, то есть они вот что в 90-х годах, что потом впоследствии уже выпускались они, они были в принципе одинаковые и практически они внешне не отличались абсолютно ничем. В принципе всё неплохо. Не обращаем внимания на то, что здесь у нас в галерее тягачей нет никакой тени под грузовиком. Это в принципе бывает такое в модах, но в самой игре в принципе всё нормально видно. По качеству модели, ну в принципе да. Опять единственное, что может быть лично меня не устраивает, я очень часто на этот факт обращаю внимание, это то, что ну рама и вот всё то, что вокруг неё так сказать крутится, оно ну вот вроде бы да. Да, такого чёрного, как бы прям действительно настоящего рамного цвета, но почему-то мне кажется, что она матовая. Ну ладно, ну матовая имеется ввиду, должна быть она матовая. А тут она как будто как немножечко такая глянцевая что ли, вот прям совсем-совсем как будто новая, как будто её вот с баллончика только что покрасили. Ну ладно, будем считать, что тогда вот в 90-х, в конце 90-х её именно так и делали, чтобы она вот прям была немножечко такой глянцевой, полуматовой, я бы так сказал. Два огромных бака, никаких дефов и мочевины и прочего здесь тогда ещё на этих машинах не было, поэтому здесь просто тупо стояло два огромных бака под солярку. Ну мне кажется то, что это скорее всего баки по 150 галлон каждый. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще эта моделька себя представляет. Естественно у нас идёт одна кабина, естественно у нас есть два шасси. По факту оно естественно одно, это 6х4 и второй вариант 6х4 под названием Paint Table. То есть мы его как бы в принципе можем в случае чего перекрасить. Ну ладно, оставим его обычным просто чёрным, пусть будет, почему бы нет. Далее, движки. Здесь у нас есть Cummins на 475 лошадей, ещё один Cummins у нас есть на 400. 75 лошадей. Detroit, DD60 неплохо, Cummins 3-4, Caterpillar 6NZ и Caterpillar V12. Нифига себе, вот это интересненько. Слушайте, давайте его поставим, мне прямо интересно как он звучит. Агрегатируется это всё у нас дело коробочками. Итан Фуллер у нас даже присутствует. РТО, РТЛИО, о господи, сколько их здесь много. Но самая минималка у нас 9 передач, максималка 18. Но мне кажется для той мощности, которую мы выбрали, лучше всё-таки взять 18. Чтобы прям вот у нас был диапазон передач очень-очень большой. Самое главное, друзья, зачем охотятся все любители Кенворта. И очень много любителей Кенворта ждут именно этот салон, друзья. Да, это тот самый старинный салон, который в 90-е был на этом самом Кенворте. Вот эти самые приборы. То есть, много людей захотятся за этим салоном. Вообще, сам салон, в принципе, в целом, выглядит очень достойно. Реально, очень достойно. Основной автор этого мода от Филлоу, я думаю, все вы его прекрасно знаете. И International 9800. Могу ошибаться в цифрах, но, по-моему, 9800 от него выходил. То есть, прям салон просто пушка. Вообще обалденный. По качеству сделано все очень круто. Я надеюсь, что все анимации здесь у нас также рабочие. Здесь у нас прям вот ровно посередине что-то типа расходометра показывает. У нас здесь сколько солярки в данный момент у нас машина расходует. Ну и вообще в целом. То есть, вся информация здесь, она на механических вот этих датчиках. Здесь тумблера у нас просто справа. Цельный отдельный блок под это все дело. И вот прям она такая мужская, серьезная. Серьезная эта приборка. Ну, выглядит очень круто. И есть у нас вот такой, ну, что-то типа кастомный вариант, где вот эти тумблера, они поменены. И поменены у нас ручки, ручника, непосредственно грузовика и прицепа. Ну, давайте мы будем делать, ну, такую около заводскую версию, можно так сказать. Поэтому, я думаю, мы их, наверное, оставим такими, как они есть. Но сам салон более детальный. Я думаю, мы уже с вами посмотрим непосредственно второй части обзора в игре. Далее. Покраска кузова. Заранее подготовленных цветов здесь достаточно много. Их великое множество. Плюс ко всему, если вы этот замечательный мод будете потом в дальнейшем приобретать, вам дадут несколько скинов. То есть, они ставятся все отдельно. Именно вот они, выбираешь, можешь все архивы, как я вот сейчас подключил, можете вы все эти архивы сразу подключить. То есть, один архив, это один скин. Весь прикол в том, что они у нас, смотрите, все кастомизируемые по цветам. Это, как я понимаю, у нас металлик. Вот такой вот у нас есть даже цвет. Можем вот цвет полоски просто конкретно поменять на красный. И вот такой черный бродяга с красными полосками. Будто кто-то его разодрал когтями по бортам. И у него кровь сочится через эти раны. Ну, прям такой боевой вообще. Реально боевой. Так, вот такой вариант у нас имеется. Это, кстати, очень на самом деле похоже на то, что мы с вами видели в награду за ивент, посвященный там 18 стальных колес. Там юбилей было у игры. То есть, в принципе, тоже можно как-то там под синий цвет это, грубо говоря, сделать. Ну и реально вот он, пожалуйста, тот же самый скин у нас будет доступен. Выполнено все это действительно очень-очень качественно. То есть, не пикселится. Я когда делаю обзоры на DLC, которые выходят от разработчиков с покрасками, там прям, ну, видно, вообще видно, что это все пикселится. Ближе прям крайне не хочется приближаться. Но здесь молодцы подошли ответственно к этой истории. И сделали действительно качественные скины. Вот такое пламя у нас еще имеется. Ну, отличается здесь только цвет пламени. То есть, здесь у нас он такой более похож на настоящее пламя. Как бы это странно не звучало. А здесь оно просто черное, уже с синими элементами. Дальше. Вот такой вот у нас есть скин... Ну, не знаю, что это такое. Harley Davidson Trucking. Это, видимо, какая-то компания, либо что-то такое. Я уже не особо знаю, что это такое. В первый раз вижу некий еще скин чего-то. Не знаю, видимо, я скорее всего... Вот такой у нас обычный скин имеется. Ну, естественно, это все, ребята, вы можете перекрасить. Сам трак, полоски вот эти все дополнительные. Все это перекрашивается просто изначально. Но это было загнано в черный цвет. Как по мне, можно было бы и в какие-то другие, более сочетающиеся цвета покрасить. И тот человек так смотрит, блин, ну черное как бы, и что? Он же сначала все-таки смотрит на основные цвета, как это выкрашено. И потом уже думает, хм... Здесь, допустим, этот цвет я поменял. Только потом он здесь начинает ковыряться. То есть я бы все-таки поработал немножечко над этим получше. И заранее вот эти подготовленные цвета... Ну, как-то по цветастей бы все бы я это сделал. Вот такой вот скин у нас имеется. Так, а что тут нарисовано? Ух ты, черепа. Смотри, какая аэрография интересная. Тоже типа под металлик все это сделано. Ну, интересненько выглядит. Прикольный такой скин на самом деле. Ну и вот такой уже более понятный, что это действительно какая-то фирма занимается у нас перевозками. Такой яркий, прям оранжевый, интересный такой, ну классный грузовичок на самом-то деле. Но мы же вроде с вами делаем типа как бы под завод. Поэтому я предлагаю выбрать просто какой-нибудь один цвет. Да, допустим, даже, наверное, давайте тот белый, который был изначально. Вот так вот все у нас будет сегодня просто. Далее, ребята, по тюняшечкам колес у нас в сборе, естественно, никаких новых здесь не предвидится. Поэтому мы просто оставляем стандартные хромированные. Ставим гудировские шины из DLC. Здесь в этом месте у нас меняется подножка. То есть она может быть хромированной, либо она может быть крашеной под цвет кузова. Здесь у нас меняются топливные баки. Опять же, хром, хром и колор. Ну, то есть, соответственно, под цвет хром. Здесь это вот эти передние части и задние части. А красится весь он основной бак, соответственно, уже под цвет кузова. Ну, либо полностью весь он у нас будет крашеный. В этом месте вот такая полосочка сюда добавляется. Бак давайте сделаем хромированный. Здесь полоски под кабиной с различными лампочками. Даже вот такие крестики имеются. Этих крестиков здесь очень много. Если кто-то знает, что это за крестики такие, напишите в комментариях. Потому что я что-то вообще не врубился, что это такое. Далее здесь защита вот такая у нас снизу еще имеется. По топливным бакам тоже с лампочками. Но ставить я ее, наверное, не буду. Потому что это как бы уже, ну, что-то чересчур. Какой-то лютый колхоз получается. Поэтому лучше ее убрать. Здесь либо можем поставить ступеньки, либо дополнительный APU-юнит. То есть, у нас это будет обогреватель и кондиционер одновременно. Здесь, как я понимаю, у нас ящик под инструменты. А сам юнит у нас идет с правой стороны. Далее, что у нас еще здесь меняется? Здесь у нас еще меняются крылья задние. Вот такой обычный классический вариант. Ну и пошли-поехали. Более такие европейские здесь уже идут. История американский. Тюнинг также тут присутствует. Вот мне они вообще не нравятся. Вот эти крылья. Блин, просто я их на дух не перевариваю. Либо вот такой вариант. Либо, соответственно, вот такой вариант. Либо сейчас я вам покажу вот такой. То есть, ну вот одно из трех, либо просто дефолт. То есть, ну я вам, естественно, покажу, какие они есть до конца. Но я бы, если честно, поставил себе, наверное, да, наверное, вот такой. Прям выглядит очень интересно. Задних колесных дисков у нас тоже, к сожалению, никаких нет. Поэтому мы выставляем стандартные хромированные. Берем резину Goodyear DLC. Тоже поставим ее здесь, почему бы нет. В этом месте что у нас меняется? Давайте посмотрим. Ага, то есть у нас даже вот такие стенки за кабину тут можно поставить. Ну, нифига себе. Это типа прям как будто бы какой-то полноценный у нас получается грузовик под тяжелые перевозки. У нас два больших бака, IP-юнит. И сзади ставятся у нас вот эти вот стенки, в которые, в общем-то, можно много-много чего на самом деле попрятать. Ну, прикольно. И, кстати, кабели-шланги все они переходят вот сюда. Ну, интересненько-интересненько, да, почему бы нет. Но оставим чистый клин лук, так сказать, сзади, насколько это возможно. В этом месте здесь у нас меняются задние держатели брызговиков. Ну, и, соответственно, сами брызговики также у нас ставятся другие. И плюс ко всему, кстати, обратите внимание, все это добро у нас также сопровождается лампочками другими. Но, опять же, все это под кастом. Просто я вам покажу, что здесь присутствует. Я лично буду, наверное, ставить вот такой вариант. Кастом-панель она называется. Офигенно смотрится. Ничего лишнего. Просто мы сюда потом по итогу с вами поставим номер. Они есть и других как бы исполнений, да. Где-то чуть побольше лампочек, где-то чуть поменьше, где-то они немножечко сами по себе эти лампочки поменьше. Где-то их нет вообще, то есть, типа, вы якобы можете все это сами закастомить, но как таковых лампочек тут нет. Либо мне это просто DLC для обзора не додали, не знаю. Но вот ничего установить, к сожалению, нельзя. Мой выбор пал на кастом-панель 1. Выглядит неплохо, согласитесь. В принципе, так весьма-весьма интересно. Номера у нас имеются калифорнийские, Колорадо и Нью-Мексико. Ну, давайте поставим Колорадо. Все по боковине, по задней части у нас, в принципе, все. Ах, да, здесь у нас еще ставится вот такая вот дополнительная пластиковая накладочка. Ну, и давайте плавно перейдем на морду. Посмотрим, какие у нас есть бампера имеются. Вот такой кастомный с продолжением линии крыла. Выглядит интересно, но, как мне кажется, это все-таки больше подходит уже вот под задние крылья, которые полностью вот такие круглые. Не наполовину, как типа европейский вариант, а вот именно прям вот до конца, до самого низа. Тогда, да, это еще будет иметь вид. Ну, можно, в принципе, его оставить и так. Будет тоже неплохо смотреться. Имеется вот такой обычный, привычный нам кастомный бампер. Вот такой огромный щелью здесь, который вставят практически все. Вот такой вот кастомный бампер с лампочками. И возможность, кстати, установить что-либо еще поверх него самого. Здесь у нас в первом варианте лампочки у нас получается оранжевая. Здесь они у нас будут белые. Обычный кенгурятник, привычный нам абсолютно всем. Стоковый бампер и вот такой прям стоковый-стоковый. Ну, я даже не знаю, какой бы поставить. Ну, давайте стоковый вернем. Почему бы нет? Можно, в принципе, даже куда-нибудь здесь будет прилепить номер. Вот так же, допустим, мы его поставим. Колорадовский. Здесь тоже у нас колорадовский. В принципе, выглядит все это неплохо. Тут дефлекторы на фары. Сверху вот они, пожалуйста, ставятся. Точнее, не сверху, а снизу вот эти накладки. Ну, есть такая проблема, кстати, и на Кенворте, и на Питербилтах старых, что здесь как-то камнями у них это все дело оббивает, и это все некрасиво выглядит. Вышли из положения. Просто вот такие хромированные панели сюда накладывают, и вроде бы как это спасает. Ну, так как у нас в Американтраке кузов, ой, в Американтраке, простите, оговорочка по прейду, кузов никоим образом не стареет, не пачкается, и неизвестно, когда это все будет. Этот, в принципе, тюнинг носит исключительно только визуальный характер. Здесь сами фары обычные стандартные стоковые, второй вариант, с оранжевыми светодиодными полосочками. Ну, и уже пошел колхоз, как я его называю. Вообще, приз принципа я вот это не ставлю. Мне это не нравится, но, может быть, есть у нас подписчики, которые любят вот подобного рода кастом. Нет, вообще нет, просто нет. Я вот исключительно за такой старый клин лук. Может быть, уже и научились как-то вот в эти по внешнему виду стоковые фонари, заводские, да, фары, точнее, внедрять какие-то современные технологии, ну, вот по типу вот такого. Ну, блин, ну, чтобы выглядело оно вот так. Тогда, да, базара ноль я себе поставлю, я буду кататься, но раз такого нет, вот исключительно только как оно идет с завода. Здесь у нас, соответственно, сами вот эти поворотнички меняются, обычные квадратные. Ну, и пошли у нас вот эти вот кресты. Что это за кресты такие, я вообще понятия не имею, откуда они берут свое начало. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях. Мухобоечки. Ну, как бы тоже такое на любителя. Правое дополнительное зеркало. И, соответственно, здесь у нас, пожалуйста, левое дополнительное зеркало. Далее также у нас меняется что? Давайте поглядим, а что он тут меняет? Подожди, что-то я не понял. А, это, видимо, у нас какой-то тюнинг салона идет. Хорошо, они туда зацепил. Фильтры. Ну, они же бочки, там их называют по-разному. Они у нас также меняются. На них можно дополнительные лампочки поставить. И также сзади у нас, пожалуйста, присутствует вариант этих самых лампочек. Что спереди, меняется цвет. Здесь оранжевые. Здесь они у нас, пожалуйста, идут красные, белые. Там, опять же, вот эти кресты. Господи, прости, везде они эти кресты, кресты, кресты. Поставим так, как есть. Мне кажется, этот вариант прям очень даже симпатичен. Хорн адаптер, пожалуйста, имеется. Либо вот такой, либо вот такой. Либо, что самое интересное, здесь вот такая вот улиточка, рагулинка у нас присутствует. И мы ее можем поставить туда, в раму прям вот, пожалуйста, ставится. Она у нас и по идее, как бы, типа, у нас должен быть трейнхорн. Интересно, откуда он взят. Но было бы логично его прописать, допустим, с новой каскадии. Потому что там реально настоящий трейнхорн. Ну и согласитесь, если у нас здесь этих нет дуделок, как там, блин, какая-то крыша лысая получается, что ли. Я бы добавил еще один вариант, чтобы и трейнхорн у нас ставился, и, допустим, ну, не знаю. Так, это можно туда поставить. Или, ну, допустим, хотя бы вот такие у нас ставились. И трейнхорн тоже можно было вот сюда. А его, кстати, можно поставить. Это что-то я затупил. Извиняюсь, ребята. Все нормально. Откатили. И едем дальше. Ставим фонарики на крыше. Ну, пожалуйста, тоже можете выбрать абсолютно любые, какие только есть. Я бы выбрал вот эти дефолтные. К слову, они выглядят неплохо. Просто обычные квадратные. Выглядят интересно. На крышу то же самое. Можно у нас понаставить. Далее. Зеркала. Классика. То есть с дополнительными зеркалами. Вот такие вот как бы типа простые. Но на самом деле они двойные. То есть вот тоже америкосы молодцы. Догадались вот такую вот историю сделать. То, что ты смотришь. Ну, вроде обычное как бы зеркало. Да, просто оно одно. А по факту там вот он блок. Но все это как-то некрасиво торчит. Уродски просто выглядит. Поэтому я оставлю, наверное, такой классический вариант. Но посмотрим, что дальше. Есть, опять же, эти кресты. Господи, они меня сегодня весь день. Просто весь обзор они за мной гоняются. Эти кресты. Но да ладно. Ничего страшного. По тюнингу внешки. Что у нас еще остается? Визор. Ну, вот этот самый, наверное, интересный. Опять же, вроде бы и выглядит красиво. И клепки эти есть. Здесь у нас это присутствует. То есть, ну вот, надо во всем как бы, как мне кажется, искать баланс. Итак, по внешке. В принципе, ребята, все. Остались мелочи. Но это я уже для второй части видео добью их сам. Давайте посмотрим, что у нас по тюнингу салона. Рули у нас меняются. Пожалуйста, либо вот такой под дерево четырехспицевый. Либо вот такой обычный стоковый двухспицевый руль. SCI рули из дополнения у нас без проблем. Сюда также прикручиваются. Ничего там сложного нет. В этом месте у нас фильтра бочки меняются. Здесь, как я понимаю, у нас меняются зеркала. Cadlight Deflector. Ну, вот эти снизу накладочки у нас ставятся. Здесь и зеркало. Стандартная табличка водителя. Мухобойка. Здесь GPS. Ну, кстати, хорошо он так выглядит. Тут прям под козырек прячется. Я всегда ставлю его здесь справа. Просто мне это привычно. Тут зеркало у нас правое. Вообще абсолютно бесполезное. Потому что его не видно. Потому что дворник посередине у нас стоит. А здесь висюльки на лабаж. Ну, не знаю. Можете, допустим, вот такую вонючку повесить. Вот такую. И все это у вас будет висеть. Болтаться и так далее. И тому подобное. Без проблем. Dashcam. Типа якобы, да. Но просто это по факту объект. Табличка пассажира. Здесь у нас набор. Тоже поддерживающий SISL. Ну, это просто вот какой-либо хлам вы сюда можете накидать. Без каких-либо проблем. Там тоже кружку какую-то поставить. Не знаю. Там деньги какие-нибудь туда кинуть. Ну, в общем, просто забить это все мелочевкой. Если вам это нужно. В этом месте у нас меняется цвет дерева. В обивке приборной панели. То есть мы можем его сделать либо черным. Либо вот таким благородным бежевым. Красным. Либо просто обычным стоковым. Чуть ниже у нас подстаканник для бутылочек. Здесь в этом месте мы под ноги пассажира можем положить те же самые на самом деле предметы. Которые у нас идут и на консоли. То есть, ну, видимо, здесь скорее всего может думис называется так же, как и предметы на консоли. Либо это прописано так же. И поэтому такой косяк возник. Вообще, по идее, уже даже в официальном дополнении там отдельный прям есть думис, который по-своему называется. И конкретно он сюда добавляет эти предметы. Надо бы доработать. Здесь тюнинг сидушки. Все опять же абсолютно у нас дефолтная стока. Сами сидушки, кстати, тоже можно поменять. Цвета эти не случайные. Потому что все практически в салоне можно будет подогнать под какой-то либо определенный цвет. Ну, давайте на дверях посмотрим, что у нас есть. Бежевая, черная обивка, голубая. Вот она, пожалуйста, на стойке даже еще немножко переходит. Оранжевая тоже очень интересная. Но красная. Для меня Kenward всегда в салоне красный. С вот этой каретной стежкой. С кнопочками этими. То есть вот исключительно только Kenward, как мне кажется, должен быть красным. Далее, что еще у нас? Дерево. Давайте мы поставим вот такое. Наверное, нет под дерево. Чтобы как-то более-менее это все дело у нас играло и совпадало. Также этот цвет здесь мы тоже меняем на красный. В этом месте мы тоже ставим красные. Шторочки вот эти всякие. Ну, и здесь уже как самого такого красного цвета нет. Либо можно выбрать коричневый, что в сочетании с красным тоже очень красиво. Серый как-то, ну, невзрачненько. Либо пастельные. Вот такие цвета более приятные, более мягкие. И более, как-то, мне кажется, под красный цвет они подходят. Здесь опять же вот у нас пол кабины. Можно накидать что-либо сюда. Там поставить какие-то ящики. Там, не знаю, огнетушитель какой-нибудь банально кинуть туда. Там даже холодос можно сюда поставить. Просто и все. Наклеек на ящики нет. Хотелось бы в будущих, наверное, обновах это все дело увидеть. Здесь визоры на боковые окна. Можно их вот обычными сделать пластмассовыми, чтобы они просвечивались. Либо под хром такие прям бойницы реальные замутить. И, грубо говоря, как в танке кататься. Здесь, опять же, можно подвесить различного рода вонючки. Здесь у нас идет визор. Здесь у нас идет рация. Ну, вот, в принципе, и все, друзья. Вот такой вот у нас получается салон. Снаружи он весь у нас постоянно будет черный. И никоим образом он у нас, к сожалению, не поменяется. Все, друзья. Погнали на тест-драйв. Послушаем звуки этого замечательного катерпиллера V12. Мне аж прям интересно стало послушать, как он звучит. Ну и поглядим вообще, как эта машина выглядит в игре. Как обычно, у нас поливает дождь, но нам это даже на самом деле на руку. Потому что мы хотим же, конечно же, посмотреть, как работают эти распашные дворники. Так я их назову. Итак, немножечко я отодвинулся. У нас просто близко изначально сидение было туда придвинуто. Не настроено. Это, как я понимаю, было изначально по дефолту. И немножечко назад я отодвинулся. И стало немножечко полегче, так сказать, дышать. А более детально мы можем посмотреть спалку. Чуть-чуть угол камеры здесь у нас больше. Ну, прям, да, окошечки, смотрите, у нас там сверху шторочками все прикрыто. Сами окошечки у нас подтонированы. Ну, прям красота-красота. Итак, подъем питания. Стрелочки у нас сразу все зашевелились. Все сразу ожило. Машина зажила. И это даже на самом деле, ну, радует каждый раз, когда тебя не просто какая-то там электронная приборная панель встречает. Всеми сразу лампочками на тебя бросается. В глаза тебе начинает тебя пугать. А тут аккуратненько, интеллигентно. Стрелочки все поднялись, опустились. И, в общем-то, ну, это действительно круто. Есть что-то в этом. Ручечечок, пожалуйста, работает. Блокировочка, пожалуйста, у нас также включается. Ближний свет фар, пожалуйста. Просто, точнее, габарит. То есть, теперь у нас включился ближний свет фара. Дальний включается у нас. Здесь же все это выключается. Варичка. Ну, вообще, это, по идее, вот этот красный флажок слева. Но он не работает, не анимирован. Ровно так же, как и не анимирован у нас ключ. Дворники, пожалуйста. Вот у нас справа, там у нас внизу первый вариант. Точнее, первый режим. Второй режим постоянный. Ну, и третий более уже такой быстрый снаружи. Дворники анимированы. Кстати, здесь они немножечко, как мне кажется... Нет, мне, наверное, просто показалось, что они были немножко подрасинхронены. То есть, один, типа, работает быстрее другого. Прям как на лязах в Омсе. Но нет, здесь, в принципе, такой проблемы нет. Все работают они адекватно. И, пожалуйста, оп, выключились. Ну, прям вообще хорошо. Капельки вытираются. Окна, пожалуйста, поднимаются, опускаются. Ну, вот, косячок у нас видно, да. То есть, капельки как бы чуть-чуть выше самого стекла идут. Здесь у нас, пожалуйста, контрольная панелька сверху. Правое окошко, ну, с такой же ошибкой. Это, в принципе, поправить не так уж и сложно. Я думаю, ребята смогут это сделать. КППшка не анимирована. Ручник мы с вами проверили. Так, ну что, друзья. Я предлагаю моргнуть для того, чтобы наступила ночь. И посмотреть, как здесь выполнена подсветка приборов. Итак, братцы, наступила ночь. Мы, конечно, выбрали очень удачное место под фонарем. И, учитывая тот факт, что у нас очень много окон, в кабине светло. На самом деле, реально светло. Но, я думаю, все равно мы с вами сможем хотя бы что-то увидеть. Вот так вот у нас работает аварийка. Не обращайте внимания на то, что, типа, все у нас заморгало оранжевыми лампочками. Ну, естественно, весь прикол в том, что у нас как бы и сзади, вот они, пожалуйста, стоят. Точнее, не сзади, а спереди стоят у нас вот эти огромные лампы, которые просто полкабины нахрен засвечивают. Ну, это АТС-овский чисто такой прикол. Итак, габаритики. Блок у нас справа весь подключился. И вот так у нас выглядит подсветка. Крайне приятно она, конечно, выглядит. И обратите внимание, какого цвета, так сказать, да, теплого у нас фары. Они реально старые, вот эти галогеночки. Это, кстати, индикация дальнего у нас идет. Наверху ее нет. Прям вот оно такое все старое. Чуть не сказал советское, да. Но, реально, выглядит очень-очень здорово. Снаружи габариты. Вот так это все подсвечивается. Даже, смотрите, номер подсвечивается. Ну, охренеть вообще. Сзади куча лампочек, поэтому ярко. Ой, на прицепе. Кстати, к слову, ребята, прицепчик у нас, это также доступен от этих же самых авторов. Это скотовоз. Но так как у нас и скоро вроде скотовозики ожидаются, я думаю, что скотовозы в 1.42 уже... Да даже не в 1.42, а в 1.41 они, наверное, скорее всего, появятся непосредственно вместе с Вайомингом. И будем уже кататься со скотовозами наконец-то. Ну, вот если что, просто знайте, что у ребят тоже есть эти замечательные прицепы. Итак, друзья, на этом, в принципе-то, все. Нам осталось только послушать звуки. И в последнее время я стал делать так, что прослушка звуков у нас своего рода финальный аккорд, который не сопровождается абсолютно никакими комментариями. И в этом месте я с вами прощаюсь. Но давайте, в целом, наверное, поделюсь своими впечатлениями об этом моде. Ну, поправить вот эту историю надо, как мне кажется, с текстурой дождя на стеклах. И, в принципе-то, вроде все. Больше меня прямо ничего не выбесило. Все вроде работает, все в адеквате, все нормально. Может быть, там тюнинг, наклейчик каких-то нет или чего-то такого. Здесь вот надо разобраться. То есть, потому что на полу как бы там у нас как консоль это все прописывается. Кстати, к слову, здесь на пол можно постелить паркет еще. Ну, просто дерево у нас добавляется. Но это делать я не стал как-то типа у нас не кастом-версии, а просто обычная, якобы только что вышедшая с завода. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Приятного вам прослушивания. Пишите в комментариях, как вам мод. Приобрели бы вы себе такой или нет. Если да, то почему. Если нет, то тоже почему. Чисто для себя просто узнать. Все, друзья, с наилучшими пожеланиями. Приятного прослушивания. Пока-пока и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.